Мой муж уговорил меня снять мою покраску волос на видео. Ой! Не идет щелка. Поэтому мужчинам не показывают процесс. Называется дураку, пол работы не показывает. В любом деле. Не читай. Открылечек. Практически. Мы покрасили все концы. Кто за мной подсматривает? Осветленные волосы и вообще мокрые волосы надо расчесывать. Только расческой с редкими зубьями. Ах, как хорошо получается. Совсем не зеленые волосы. Они совсем не зеленые. Сейчас они совершенно белые. Залепательные видео. Привет, с вами Крюкова. И сегодня мой муж уговорил меня снять мою покраску волос на видео. Я сопротивлялась, но недолго. Меня будет красить самый лучший мастер в нашем городе. Зовут ее Аня. Но она не хочет быть в кадре. Она будет только показывать свои руки. Но я надеюсь, что она нам даст какие-то комментарии. И красит она мне не первый раз. Поэтому я ей доверяю. Краситься в этот раз мы будем вот такой краской. Я крашу себе первый раз. Это цвет темно-русый, коричнево-пепельный. До этого я красила с краской Арифлейм. Но в краске Арифлейм мои волосы дают вот такую ржуну. А она мне не очень нравится. Я перебрала всю палитру Арифлейм. И в этот раз мы посоветовались еще с другими мастерами. И вот нашли вот такой оттенок. Я надеюсь, что он мне понравится. Я хочу, чтобы он был вот такой же светлый, но холодный. И концы будем осветлять. Стараться делать блики. Вот такой пудрой. Плюс еще окислители. Но я надеюсь, что все это вы увидите в процессе нашей покраски. Поехали! Начинаем мы сначала делать блики. Берем посуду не эмалированную, не стеклянную. Вот такой пластмассовый тазик у нас специальный для покрасок всех. Можно эмалированную и стеклянную. Она говорит, что можно эмалированную и стеклянную. Ну вот, надо высыпать две пудры. Вот таких пудру мы берем в Лондон. Нашли ее только в одном магазине в нашем городе. И теперь мы разбавляем эту пудру такой окислительной эмульсией. Вторая. И два пакетика пудры. Логично, что две эмульсии. Вот как красиво. Вы знаете, все такое голубоватое, видите, да, вот в тазике. А на деле рожена-то ей все равно, потому что волосы у меня темные. Еще и крашеные. Поэтому немного рыжит. Мне в магазине предложили пудру с анти-рыжиной. Но Аня сказала, что мои темные крашеные волосы не возьмет никакая анти-рыженатая. Масса для липки, да? Она не льется, да, на волосах? Она не стекает. Соответственно, она не будет протекать и обесцвечивать соседние пряди. Не знаю сейчас, как у нас со светом. Ну, вроде бы ничего. И насколько вам видно. Кстати, краска у меня на волосах, вот эта на основной части, это 8.0 от Reflame. Вот эта вот с роженой. Должна была быть русая, но вот почему-то на моих волосах дает рожену. Да, вот как симпатично. И сейчас я уже... Потому что ты свой собственный цвет намного темнее и высветляясь, он не дает пепельный ни на каких волосах. Не только на твоих, на любых темных волосах он бы был так лучше. То есть вот этот русый, он все равно бы давал бы рожену, если она темная. А если на светлые? То есть на светлые он бы получился, какой предполагался. Темно-русый или там средний. Ну, я попробую сейчас вот этой новой краской покраситься. Краска Reflame мне по качеству нравится, но вот с оттенком как-то не очень получается у меня. Ну, и я люблю немножко экспериментировать. Мы будем делать блики. Сейчас я вам покажу, как это делается технически. А заворачивать волосы мы будем вот в такую пленочку. Анют, почему не в фольгу? Скажи, пожалуйста, почему в пленочку? Ну, нужно прикрыть. А в фольгу фольга даст очень много тепла, которого нам не надо. А, чтобы не сожглись волосы. А еще она очень легко снимается, я вспомнила. Очень легко снимается. То есть потом ее просто... Сильно не прижимается к волосам, то есть не размазывает лишнюю краску. Потом мы просто возьмем вот так вот слофановый этот весь пакет и выбросим в мусор. А в фольгу, да. Фольга где-то она же еще и пережрать может, да, волосы, может какие-то заломы быть. Поэтому все мы будем делать сейчас с помощью вот этой вакуумной пленки. От уха до уха. Отделили. Сиреной 2 сантиметра. Не толсткая полоса? Нет. Потом начесаем. Потом начинаем рисовать. Так, прядь за прядью. Берем следующую. Так, оставляем? Да. Ничего себе, ты сломил пирог. Вот так. Сколько держателей нет? Надо смотреть. По времени каждый волос все по-разному. То есть мы будем заклятывать, смотреть как покрасил. Угу. Музыка 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 Они там мыли, волосы светлеют, все происходит довольно интересно, ну впрочем, как всегда. Уже сбились со щетков из слоев, целлофан тоненький, не видно, но слоев нам 10 точно уже есть. Какая-то больше многослойная. Я так сказала, что однослойная. Не одни белым цветом там все эти полоски? Ну естественно, ничего тут одним цветом вообще нет. Тут белый цвет вообще зеленый. Что? Не зеленый, а цвет морской волны. Какой волны? Серо-голубой. В свое время так асбест, не асбест, а черную штукатуру. Скажи, что ты пошутил. Нет, это правда. Дорогие зрители, скажите, что он пошутил. Потому что я не вижу и не увижу, кстати. Да вот такой цвет, что мы пошутим. Ну а я не цветную краску, которая лежит сверху твоих волос. Да, я же волосы не вижу. Ах, светлеет, вон толчат, беленькие там совсем. Да я не вижу. Ты решила блондинкой что ли стать? Нет. Я на это не подписывался. Будем перекрашиваться назад. Стоит 3.0 от Reflame. Прям завтра. На голову. Там нельзя сразу, да, Лед? Можно. Ну волосы отвалятся, да? Не отвалятся, заметил. Если они вот сейчас не отвалятся, так извините, мы все закрашивать будем темным. Пепельным. Слышал? Я беру свой слон назад, я понял, что он влез раньше времени. Ничего не так. Мы поэтому мужчинам не показываем процесс. Называется дураку, пол работы не показывают. В любом деле. Не читай. Открой личик. Практически. Сильно уразно, да? Не прекрасно. У тебя большие возможности в рекламе пленок, пакетов из молока. Дорогие рекламодатели, кому надо прорекламировать пленку? Любой татропак. Видите, здесь нет надписей. Нет. А могла быть ваша реклама. Но здесь могла быть ваша реклама. И вот мы покрасили все концы. И вот таким образом упаковали мои волосы. Вы видели, как это все происходило. И Аня сказала, что она будет посматривать, как там покрашено. И когда уже достаточно прокраситься вот эти все белые кончики, мы это все одним движением снимем, смоем. И будем сверху уже наносить тонирующую краску. Но я надеюсь, что у нас получится все снять, вам все показать. И что вам интересно смотреть. Осталось время смывать. И я буду смывать с помощью шампуня Ари Флейм Нола для окрашенных волос. Заодно вместе с вами его протестирую. Потом я нанесу кондиционер, потому что мне надо защитить волосы, как мне Аня объяснила. И после всего смывания шампуня, потом кондиционера, я еще нанесу на корни сиси крем. Но я думаю, вы это все сейчас увидите. Смотрите, шампунь запакован таким образом, что до вас его никто не открывает. А это очень важно, потому что на каждом средстве, которое вы покупаете, есть вот такая баночка с крышечкой. То есть с момента открытия 12 месяцев. Если вы покупаете продукцию в магазине, это просто вот из моего опыта, то неизвестно, кто до вас сколько раз его открывал и нюхал. А здесь есть вот такая пломба. Поэтому всегда выбирайте с пломбами такие вещи. Ох, ну поехали. Обещали, что целлофан будет сниматься очень легко. Смотрите. То есть я беру вот так вот одним движением все это снимаю. Видите? Гораздо проще и легче, чем снять фольгу. Вот так все это смывается. Так, по-моему, я все снимаю. Ну что, смываем? Ой, как вкусно как-нибудь. Кондиционер надо нанести на одну-две минуты. И смыть. Ой, как вкусно пахнет. Вообще обалденно. Голосы жесткие после обесцвечивания. А вот кондиционеры прямо руками чувствуются, как они становятся мягче. Кто за мной подсматривает? Кому же интереснее, что у меня получилось? Вам или мне? Я думаю, что мне, но предполагаю, что вам тоже немного интересно. Поехали дальше. Ну, стало чуть посветлее. Аня сказала, что мне нужно нанести на концы какой-то бальзам. Какой-нибудь бальзам несмываемый, который я у себя найду. И самый лучший бальзам, который я для этого могу выбрать, это наш CC-крем от компании Reflame. Он, по-моему, 10 в одном или 8 в одном. Но мне кажется, что он идеально сейчас смягчит концы. А для чего я это делаю? Потому что сейчас мы будем на вот эту покраску наносить еще одну краску, которая уже сделает мои волосы более холодными, более однотонными. Вот это станет просто бликами, вот эта вот ржана. Это как мне Аня обещала. И вот этот бальзам, он защищает мои волосы от слишком негативного воздействия вот той самой краски, которую мы сейчас будем наносить. Мне сказали, что волосы нужно высушить, поэтому я их сейчас расчесываю. Но расчесываются они как-то сложновато. Аня, это потому что они у меня сгорели? Осветленные волосы и вообще мокрые волосы надо расчесывать. Только расческой с редкими зубьями. Я делаю неправильно. А чем ты делаешь? Я делаю чайник. У вас массовая щетка для укладки волос. Пошла и скачала. Двоечница. С редкими зубьями. Вот я высушила волосы. Вот так это пока получилось. Сейчас мы это все будем тонировать. Вот смотрите, как это выглядит. Думаю, может так остаться. Но нет. Мне не нравится рыжий оттенок. Пойдемте тонироваться. И теперь мы наводим краску для тонировки. Так, правильно? Да. Нам нужен целый тюбик? Нет, мы делаем половину на темные пока. Она осветленная. Мы будем делать чуть-чуть попозже. Частями? Конечно. А может не будет неровно? Нет. Сейчас она будет темнить. Но пока не потемнела, нам быстро нужно будет на волосы. Мне надо перчатки. Сразу она не потемнеет. Она не темнеет очень быстро. Красим. Все рыжеватые, темные. Ну, красу, красу я забор. Да, да. Вот где-то так и делаем. Как пахнет классно. Она что, так классно пахнет, да? Неплохо она пахнет. Вообще. Прям как духами. Оставь себе немножко в баночки. Чтобы в театрах наносить. Ага. Фу, какая вода. Пахнет очень приятно. Фу, какая. Какая гадость. А ты прям чуть-чуть сейчас покрасишь, да? Только вот верхнюю часть. Ну, почему? Вот верхнюю часть до белого. Закрасит твои красивые корешные. Корни, да? Угу. Или все? Все, вот все, что до белого. Все, да. Белого. Все. Шел третий час. Да. Покраски. Мама, это процедура длиной в жизни. Вообще. Ничто так не красит женщину, как перекись водорода. Да, когда краска. Как не полути, а все равно все выйдет одно и то же. Вот обе. Главное... Красное. Позитив. Главное верить. Красное выдра, да, раньше говорили? Главное верить. Тебе шутки на эту тему сейчас не очень заходят? Вообще не заходят. А каждый верит в свое. Каждый верит в свое. Мне заходят шутки на тему... Ах, как хорошо получается. Совсем не зеленые волосы. Нет, они совсем не зеленые. Сейчас они совершенно белые. Ничем люди красят волосы. Теперь мы наводим вторую часть краски. Для осветленных. Уже для тех волос, которые осветлены. И еще немножко оставляем. Ну, это на всякий случай, да. Это у нас резерв. Это у нас, да, резерв такой есть. Если вдруг что-то пойдет не так. Да. Чтобы закрасить все совсем. Еще раз, для чего мы это делаем в воду? Чтобы цветы, концы не получились очень темные. То есть оттенок получился тот же, но намного светлее, чем... Ммм, чтобы краска не закрасила мою обосвечивание. Да, чтобы она... И она сама получается более жидкая. Она жидкая и естественная получается. То есть вода вот так вот размывает краску. Да. И залипательный ее делаем. Вторая часть марлезонского балета. Теперь разведенные с водой краской мы красим концы. Чтобы остались они все-таки светлыми, а не выкрасились в темную цвет. Во всяком случае светлее, чем... Мы будем надеяться, да? Вот мы покрасили концы. И через 5 минут я иду смывать краску. Ну, смывать я буду просто под краном, поэтому я думаю, что это я показывать не буду вам. Вот такой результат у меня получился. Что я хотела? Я хотела, чтобы волосы были холодного оттенка, но при этом концы были светлее, чтобы был переход. И Аня мне пообещала, что переход будет еще потом смываться, и в конце будет еще светлее, но останется холодный оттенок. Я вот проходила с рожной. Она мне очень надоелась. Сейчас я от нее избавилась. Я этому очень рада. Особенно мне нравится, что я могу использовать мои любимые краски в макияже, которым я пользовалась раньше. Но вообще вот этот оттенок, он гораздо ближе к моему натуральному цвету волос, и поэтому он мне очень любит. Всю жизнь я выбирала оттенки, которые без рожены, без красноты. И вот эта вот рожена, она мне очень мешала. Вот поэтому теперь я буду с таким оттенком. Надеюсь, вам было интересно наше видео. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые. Ну и, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы получить обучение и смотреть наше видео первыми. Пока-пока!